Здравствуйте! Лев Николаевич Толстой был, пожалуй, одним из самых известных студентов Казанского университета. И действительно, те годы, которые он провел здесь, в Казани, самые важные в его жизни, потому что это годы молодости, годы становления. Хотя, к сожалению, мы мало о них знаем, потому что даже в последних биографиях Толстого всего несколько страниц посвящены этим очень важным годам его жизни. Но именно в Казанском университете начинаются научные исследования Толстого, потому что еще в 1894 году, представляете, еще при его жизни, Николай Павлович Загозкин, профессор университета, одно время бывший его ректором, публикует статью, которая посвящена была студенческим годам Толстого. А потом появляются воспоминания о нем, как о студенте. И сам Толстой тоже очень много рассказывал своим биографам о казанских годах. И вот в 1928 году, к 100-летнему юбилею Толстого, здесь, в Казанском университете, печатается сборник, который называется «Великой памяти Льва Толстого». А потом появляется книга, вот эта книга тоже профессора, казанского профессора Ефима Григорьевича Бушканца «Юность Льва Толстого. Казанские годы». И теперь в этом году мы отмечаем 190-е лет со дня рождения Толстого, и этот год у нас в республике, в Казанском университете объявлен годом Толстого. Именно поэтому Институт международных отношений совместно с телевидением Казанского университета «Универ-ТВ» организовал для вас цикл лекций. Лекции будут читать крупнейшие специалисты по творчеству Толстого, по биографии Толстого со всего мира. И не случайно цикл называется «Словисты России и мира о Толстом». Я надеюсь, что этот цикл будет интересным. По крайней мере, приглашать мы будем самых крупных мировых специалистов. Добрый день. Во время нашей прошлой встречи мы обсуждали вопросы о том, как Лев Николаевич Толстой заинтересовался Китаем, и как в несколько этапов, в несколько приемов он достаточно глубоко проникся в дух китайской цивилизации. В китайской философии заинтересовался даосизмом и конфуцианством, и даже способствовал переводу важнейших памятников даосизма на русский язык. Теперь настала пора поговорить о том, как именно Льва Николаевича узнали в Китае. Благодаря кому, благодаря каким процессам, как глубоко им тоже прониклись и его полюбили. Если вот с самого начала пытаться определить, когда Толстой стал известен китайцам, то, в общем, не так уж легко ответить на этот вопрос. То есть, собственно, мы очень хорошо знаем, когда впервые на китайском языке прозвучало имя Ле Фу Туэр Сы Тай. Произошло это всего-то навсего 115 лет тому назад, в 1903 году, когда в Ясную Поляну приехала первая китайская женщина-путешественник. Звали ее Шань Шили. Шань Шили, она была замужем за дипломатом, и, соответственно, вот ее супруг повез через Россию, и вот они побывали в том числе у Льва Николаевича. То есть, она сама была потрясена тем, насколько хорошо известен этот писатель не только в России, но и просвещен на Европе. И, соответственно, когда она опубликовала свои записки путешественника, там, в общем, достаточно большой пассаж был посвящен как раз Толстому. И вот с тех пор, можно сказать, Лев Николаевич, его книги окончательно в Китае обосновались. Они очень сильно потом повлияли на развитие литературы. Но сказать, что вот только одна Шань Шили способствовала интересу к Толстому в Китае, будет, конечно, глубоко неверно. Собственно, еще другие российские дипломатические работники, даже купцы, которые и десятилетием раньше в Китае жили и работали, они отмечали, что, безусловно, через английские или через японские переводы Толстой был уже в то время достаточно известен образованным китайцам. Более того, именно авторитет Льва Толстого способствовал тому, что многие китайцы, образованные китайцы, которые интересовались чем-то еще, кроме себя самих, они даже старались изучать русский язык, чтобы каким-то образом читать его публицистику, в первую очередь, ну и, разумеется, его знаменитые романы. Но вот сам Лев Николаевич, как это ни парадоксально, китайскими интеллектуалами живыми, что называется, да, в живом общении с ними заинтересовался, все-таки относительно поздно. То есть, если он пытался изучать даосизм и переводить какие-то памятники еще чуть ли не в 1880-е годы, то впервые непосредственно с китайским интеллектуалом он столкнулся в 1905 году. А было это так. Как раз тогда впервые вышла на русском языке в переводе книга очень замечательного, очень известного китайского общественного деятеля Лян Цичао под названием «Ли Хонжан» или «Политическая история Китая за последние 40 лет». Вот эта книга, кстати сказать, до сих пор единственный на русском переводе, единственный русский перевод существующий вот этого труда Лян Цичао целиком. И переводил эту книгу, там еще, значит, есть вот титульный лист у нас, эту книгу переводили двое замечательных китаеведов. Во-первых, это был Вознесенский, который, в общем, был очень известным тогда переводчиком, долго жил в Китае, а вместе с ним еще и Джан Чентун. Джан Чентун долгое время эта персона была достаточно загадочной. Потом только удалось найти какие-то архивные материалы, и оказалось, что этот Джан Чентун еще в 1889 году входил в число одних из первых китайских студентов, которых отправили на обучение в Россию. И вот этот Джан Чентун, кстати, он по образованию был юристом, и он был достаточно известным в Китае того времени деятелем. Так вот он как раз и решился эту свою книгу, ну не совсем свою, но тем не менее это был его труд, отправить Льву Николаевичу, да еще с дарственной надписью, «Великому писателю земли русской в знак благоговейного почтения». Они стали переписываться, и уже после кончины Льва Николаевича Джан Чентун вернулся в Китай. В 1912 году опубликовал там на китайском языке свои воспоминания о долгих десятилетиях жизни в России. Льву Николаевичу там посвящена, можно сказать, отдельная глава, потому что там цитируется их переписка. В письме, которое Джан Чентун приложил к книге, он утверждал, что его потрясла в Толстом какая идея. То есть он еще счет, что Льв Николаевич и Ильян Цычхао, они по сути по-разному, по разные стороны границы на разных языках, говорили об одном и том же. Они говорили прежде всего о необходимости сближения России и Китая на основании глубокого внутреннего родства культур обеих наций. Потому что с его точки зрения и китайцы, и россияне имеют прежде всего основу народную, трудовую, не аристократическую. Более того, и русские, и китайцы не приемлят западной цивилизации. Вот собственно именно Джан Чентун и стал первым пропагандистом Толстого в Китае, который стал настаивать, что Льва Николаевича обязательно необходимо переводить на китайский язык. Обязательно надо его издавать в Китае. Письмо, надо сказать, от Джан Чентуна произвело на Льва Николаевича очень-очень серьезное впечатление. Во-первых, он был потрясен тем, насколько тут глубокие вопросы поставлены. И вот в том письме, которое сохранилось в Яснополянском архиве, которое потом было воспроизведено в полном собрании сочинений Толстого, там даже такая была ремарочка. Ответить срочно. Потому что тем более, что все-таки по сути Толстому китайский интеллектуал предложил программу, самую настоящую аргументированную программу дружбы между народами. И когда? В 1905-м революционном году, когда Россия только-только проиграла войну с Японией. И, в общем, когда перспективы самого Китая тоже были очень-очень туманны. В ответном письме Лев Николаевич высказал свою излюбленную мысль, что Китай прежде всего не должен перенимать порядки Европы и Америки. Потому что будущее Китая в его собственной самобытной национальной культуре. Надо сказать, что этот призыв Китая, безусловно, понимание нашел. Но уже чуть позже. Когда произошла в Китае революция, свергшая монархию. А революция в Китае произошла всего лишь на 6 лет раньше, чем в России. Очень скоро после переписки с Джан Чентуном к Толстому обратился интеллектуал гораздо более высокого уровня. В марте 1906 года Льву Николаевичу пришла посылка из Шанхая, которую переслал тогдашний генеральный консул Бродянский. Написал тогда Льву Николаевичу Го Хон Мин. Го Хон Мин, еще один выдающийся китайский писатель того времени. И я вынужден просто кратенько объяснить, кто он был такой. Потому что в противном случае будет непонятно, почему на Толстого это произвело еще большее впечатление. Дело в том, что Го Хон Мин был тогда абсолютно универсальным для Китая человеком мира. Сам он родился в Малайзии за рубежом, то есть в семье китайских эмигрантов. Однако вернулся в Китай, получил там блестящее образование и традиционное китайское. И учился в Эдинбургском университете. И вот представьте себе, китайца, который свободно владел английским, немецким, французским, итальянским, греческим, латинским, японским и малайским языками. Поистине был человек мира. Он часть своих романов и публицистических книг писал и публиковал по-английски. Соответственно, адресуясь к западной аудитории. Соответственно, все выдающиеся восточные писатели, которые бывали в Китае, тот же самый японец Акутагава Рюноско и всемирно известный первый нобелевский лауреат, не европеец Робин Дранат Тагор и не менее знаменитый Сомерсет Моэм. Они все, безусловно, с ним были знакомы, они с ним общались. И вот этот незауряднейший человек обратился к Льву Николаевичу. Причем, вот опять очень любопытная деталька. Как китаец, образованный, утонченный, с европейским образованием, но китаец, обратился к Толстому. Он счел себя недостойным написать Льву Николаевичу прямо. Он к нему обратился через дипломатическое лицо, то есть как принято в Китае, но, к несчастью, в переписке и в дневниках Льва Николаевича не осталось вот именно первого впечатления. То есть вот как именно он это воспринял, как именно он понял, что ему, значит, прислали. Однако, Лев Николаевич очень внимательно читал книги Гохунмина. То есть вот те экземпляры, которые сохранились в библиотеке Толстого, они полны подчеркиваний, они полны каких-то там знаков на полях, в которых великий писатель отмечал, что ему понравилось, что там показалось спорным. И Лев Николаевич подумал, решил Гохунмино не отвечать прямо. Он вместо этого написал объемную публицистическую статью, которая тут же стала всемирно знаменитой. И статья эта так и называлась, письмо китайцу. Совершенно очевидно, что именно захватило Толстого. Дело в том, что Гохунмин в первую очередь прислал ему свою книгу, посвященную итогам войны Китая с Японией. Она прошла ровно за 10 лет до Того, в 1905-м. Так вот, Китай проиграл, и Гохунмин, описывая эту войну, он фактически оказался предшественником геополитики. Потому что, описывая войну Китая с Японией, он ее описывал, цитирую дословно, как схватку порочной культуры Запада и самобытной, основанной на нравственности культуры Востока. То есть, с точки зрения Гохунмина, японцы, начав реформы, начав приспособление к западным порядкам, практически стали теперь восточной страной только географически. То есть, теперь это страна Запада. Толстой очень творчески эту мысль продолжил и развил в письме к китайцу, но, опять-таки, в русле своей знаменитой теории о непротивлению злу насилием. То есть, вот, соответственно, если мы откроем соответствующий том собрания сочинений Толстого, мы прочитаем следующее. Это буквально какое-то заклинание. «Только бы продолжали китайские люди жить так, как они жили прежде, мирной, трудолюбивой, земледельческой жизнью, следуя в поведении основам своих трех религий, конфуцианству, даосизму, буддизму, сходящихся всех трём в своих основах к освобождению, от всякой человеческой власти, неделания другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе, самоотречения и смирения, и любви ко всем людям». Судьба вот этой статьи, письмо к одному китайцу, это судьба очень интересная тоже, оказалась очень примечательной. Дело в том, что Толстой сразу же эту рукопись отправил в Лондон для публикования на английском языке. И буквально заклинал тоже Владимира Григорьевича Черткова, своего главного пропагандиста в поздние годы жизни, издать её на всех основных европейских языках. Примечательно, что и на китайском языке, в китайском переводе, письмо к китайцу увидело свет в Париже, в одной из групп китайских студентов. А в самом Китае уже её стали широко пропагандировать тоже после революции 1911 года. Гу Хун Мин и в дальнейшем продолжал поддерживать с Альбом Николаевичем отношения, вот такие же непрямые. То есть тоже очень интересная вещь. Они обменивались полемическими статьями в открытой печати, и они посылали друг другу свои книги. Вот такие вот сложились между ними интересные отношения. Гу Хун Мин был автором коллективного поздравления Толстому от имени всех китайских писателей на его 80-летие в 1908 году. Я отправил ему специальную телеграмму. И вот примерно в это же самое время, даже может быть чуть-чуть пораньше, Льва Николаевича наконец-то самого перевели на китайский. Причём, что примечательно, сделали это вовсе и не китайцы. Сделал это немецкий миссионер Геннер, который блестяще знал русский язык, который тоже переписывался с Толстым и который жил в Гонконге. То есть опять-таки не совсем в Китае, тогда Гонконг ещё был английской колонией. Этот миссионер написал Толстому напрямую, прося разрешение, прежде всего на китайский, перевести его народные рассказы. То есть опять-таки вещи, адаптированные к максимально широкой аудитории. И Лев Николаевич этот замысел всецело одобрил и даже прислал Геннеру список из 12 рассказов, которые могли быть, по его мнению, опубликованы. Собственно, этот сборник и был опубликован на китайском языке в Гонконге. Туда вошли самые разные рассказы. Например, всем известные по школьной программе нам «Хозяин и работник», «Много ли человеку земли нужно», «Где любовь, там и Бог», «Бог правду видит, да не скоро скажет». Буквально первая публикация Толстого на китайском совпала с его 80-летним юбилеем. Когда именно Го Хон Мин составил это замечательное поздравление, начало которого я тоже, пожалуй, процитирую. Потому что оно опять-таки свидетельствует о том, какое настроение китайцами образованными тогда двигало. Высокочтимый Лев Николаевич, собравшись вместе во знаменование 80-летия вашего рождения, мы шлем вам свое поздравление с выражением восхищения перед величественной задачей, которую вы выполнили. Мы глубоко уважаем и ценим искренность и мужество, с которым вы рассматриваете трудные проблемы религиозной, нравственной и социальной жизни и показываете миру дорогу к истине. Независимое и свободное мышление избавит человечество от тяжелых пут, ложных верований, ложных обычаев, которые в прошлом препятствовали полному росту умственной и моральной жизни человечества. Смерть Толстого вызвала потрясение во всем мире. В предреволюционном Китае в каком-то степени, наверное, в особенности. Во-первых, на смерть Толстого откликнулись, пожалуй, практически все китайские издания. Либеральные, и левые, и правые, и какие угодно. Толстого совершенно искренне именовали великим философом, маститым героем. Что интересно, очень важную роль сыграли его религиозные взгляды. В Китае он был воспринят как религиозный реформатор, причем некоторые газеты даже его считали более великим, чем, например, Мартин Лютер. То есть, ни больше, ни меньше. Более того, когда в шанхайской газете «Народное просвещение», так оно называлось, издали статью «В чем моя вера», даже переводчик, комментатор написал, что есть ли в современной литературе книга более ценная, чем эта. И найдется ли в Китае писатель по бесстрашию, по могущественности своего сердца, равный Толстому. Совершенно не случайно, что уже в декабре 1910 года впервые опубликовали, опять-таки, на китайском языке, биографию Толстого. Где, причем, очень важная вещь интересная. Вот в прошлый раз мы говорили, что, по сути, если брать русские переводы Дао Дэдзина, важнейшего памятника даосизма, окажется, что по-русски мы фактически изучаем трактовку Толстого. Так вот, в первой биографии Толстого, написанной в Китае, его прежде всего назвали, во-первых, истинным гуманистом, а во-вторых, истинным даосом, который только единственный истинный толкователь другого великого даосского пророка Джуанз. Вот это, конечно, потрясает поистине. То же самое, как и тогдашние китайские мыслители отмечали, что взгляды Толстого, его глубина проникновения в философию Китая, они полностью совпадают с суждениями древних китайских философов. И вот, начиная с 1910 года, то есть всего-то навсего 105 лет тому назад, началась история переводов Толстого на китайский язык, уже непосредственно его текстов. Что интересно, опять, какой набор текстов, прежде всего, выбирали для перевода? В 1910 году сразу же издали по-китайски «Кавказского пленника», очень даже актуальная для Китая вещь, и «Крейцерову сонату». Причем «Крейцерову сонату» получила в переводе название, дословно, «Страсть и ненависть». Дальше увидели свет Севастопольские рассказы, учитывая, что в Китае начиналась гражданская война, опять-таки, совершенно не случайный набор, и где-то между 1914 и 1917 годами впервые стали переводить романы. Причем первым перевели «Воскресенье», самый последний на тот момент произведение Толстого, самое глубокое с точки зрения философии, и дальше перевели Анну Каренину. Роман «Воскресенье» получил в Китае название «Сердце в плену». Можно назвать имя переводчика, хотя оно, наверное, мало что нам скажет. А Анну Каренину издали под названием «Анна Сяошо», то есть дословно «маленькая история», «маленькое повествование» или «рассказ об Анне». Но это были переводы, конечно, не очень точные, скорее, это была адаптация, то есть это была все-таки попытка приблизить к тогдашнему китайскому читателю эти тексты, они были сокращенными. Да и большинство этих переводов делалось, безусловно, не с русского языка, а с английских и японских переводов и адаптаций. А вот первым серьезным переводчиком Толстого на китайский и с русского стал очень незаурядный человек. Это был Цюй-Тюбо. Цюй-Тюбо, так уж получилось, что он был первым главой коммунистической партии Китая. Основанный в 1921 году, причем как корреспондент одной из шанхайских газет, он довольно долго жил в России, он долго жил в Москве, он был блестяще знаком с потомками Толстого, он неоднократно бывал в Ясной Поляне, причем он даже Ясной Поляне посвятил отдельную статью, и именно он побудил выдающегося, наверное, величайшего в 20 веке писателя Китая, академика Го Мо Жо, взяться за перевод «Войны и мир». Это было сделано. Были и другие, безусловно, писатели. Скажем, был такой переводчик Линь Цинянь, или Линь Шу, как его звали, он переводил на древний китайский язык, тоже очень интересная особенность. Он переводил на древний китайский язык такие вещи, например, как детство, отрочество и юность, или утро помещика, плоды просвещения, причем он впервые попытался передать особенности оригинала средствами китайского языка. Это, конечно, тоже все было совершенно потрясающе. Перевод Го Мо Жо начал публиковаться в очень тяжелый для Китая момент, когда Япония развязала против него войну. Тоже очень примечательный факт. К Толстому в Китае стали обращаться во время самых тяжелых для страны потрясений. Сначала Толстой Китаю понадобился в канун революции, дальше он понадобился, когда страну в течение восьми с лишним лет терзали японские захватчики. Перевод Анны Карениной, что интересно, увидел свет в самый тяжелый военный год, в 1942-м, когда и сам Китай был полностью отрезан от всех морей, и положение там в стране было, наверное, ничуть не легче, чем у Советского Союза в тот момент. Совершенно не случайно, что в Китае, в революционном Китае, где очередная шла революция, необычайно пышно праздновалось столетие Толстого в 1928 году. Тоже в этом участвовали величайшие китайские писатели, в этом участвовало китайское студенчество, в этом участвовали такие знаменитые западные почитатели Толстого, как Ромэн Ролан и Стефан Цвейк. Их книги и статьи о Толстом публиковались тоже на китайском языке. А в целом вот китайские товарищи посчитали, что только после второй уже революции, то есть когда возникла Китайская Народная Республика с 1949 года про Толстого, китайская только наука литературная опубликовала более 500 критических статей. И было опубликовано более 50 новых переводов. То есть Китай дозрел до того, что ему понадобился Толстой целиком. Толстой со всеми его письмами, дневниками и много чем еще. Например, только до начала китайской культурной революции, в 1966, скажем, «Войну и мир» переиздавали 13 раз. Анну Каренину 16. Много чего еще было. А потом наступила новая эпоха. Да, когда в 1978 году знамечательнейший переводчик Цаоин единолично один взялся перевести на китайский язык всего Толстого. Он был дивным знатоком русской литературы. Он блестяще знал язык. Он учил язык у русских эмигрантов. Он много раз был в России в разные годы. Он переводил самых тяжелых советских писателей, например, Шолохова. И вот, уже достигнув почти 70-летия, Цаоин взялся переводить Льва Николаевича. И на протяжении 20 лет он единолично перевел на китайский все литературные произведения Толстого, которые он сам отобрал для своего собрания сочинений. Вот так вышел в свет полное собрание сочинений Льва Николаевича на китайском. 12 томов. Общий объем 4,5 миллиона иероглифов. Более того, Цаоин оказался таким образом единственным китайским писателем, которого без всяких колебаний приняли в Союз писателей России. И он получил премию Горького от имени Союза писателей России. В настоящий момент это издание продолжается. И на китайском языке вы видели свет, например, дневники Льва Николаевича. Дело идет и дальше, к изданию переписки. То есть, как видите, в этом плане постижение Китаем Толстого было не очень торопливым, но абсолютно неостановимым. Как лавина. Толстой Китаю нужен. И, на мой взгляд, это повод, прежде всего, и задуматься для нас самих о роли и месте Льва Николаевича в нашей собственной жизни. И, наверное, это повод и для большого оптимизма. Спасибо большое и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok